Именно здесь, 60 лет назад, было положено на начало строительства города Солигорску, был заложен первый камень. Собственно, тогда началась история таких производственных гигантов, как Беларусь-Скалия и Струйтрест номер 3. А с ним и жизнь шахтерской столицы, летопись которую год за годом своими достижениями пишут обычные люди. На площадку ремонтно-механического цеха Беларусь-Скалия он пришел со школьной скамьи учеником. И затем была армия, заочкой, только потом диплом техника-механика. Спустя 40 лет Александр Голубович уже сам готовит учеников, а коллеги гордятся его достижениями. В прошлом году старший механик Голубович стал участником реализации масштабного проекта импортозамещения. После долгих конструкторских решений и расчетов получилось новая машина из ноу-хау, автоматическая коробка передач, полный привод, индикатор контроля двигателя, гидроусилитель руля. Машина предназначена для перевозки людей в шахте. Перед нами автомобиль «Белка», который мы уже совместно с фирмой «Паулс» собрали. Вот сейчас это новая аббревиатура. Это машина десятая в этом проекте, последняя пока. Ожидается контракт на новый проект. Его называют флагманом калийной промышленности. На долю Беларусь-Скалия приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. А продукция экспортируется в более чем 107 стран мира. Прошлый год для общества стал рекордным. Добыто почти 52 миллиона тонн руды. Произведено 12 миллионов тонн минеральных удобрений. За достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития Беларусь-Скалий, указом президента Республики Беларусь, в этом году занесен на республиканскую доску почета. В юбилейный для города и предприятия год Беларусь-Скалий бьет новые рекорды. За пять месяцев достигнут рост добычи руды и производства удобрений в 103%. Однако не только шахтами Славянгород. Стройтрест номер три известен своими достижениями в производстве общестроительных и специализированных работ. С мощной производственной базой, высококвалифицированными специалистами. Собственно, именно для возведения первых калийных комбинатов и строительства молодого города был образован Трист. На его счету строительство значимых объектов в республике, а также строительство ледовой площадки и соборов в Солигорске. А сегодня Тристу доведен еще один амбициозный проект – за 36 месяцев возвести новую поликлинику, которая станет подарком для слегарчан в день рождения города. Солигорская калинка уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции лучшего швейного предприятия концерна «Беллихпром». А Купаленко по итогам прошлого года стала обладателем почетного титула «Бренд года». А бренд «Молодецкий» и вовсе медленно и уверенно приобретает мировую славу. По производству куриных яиц Солигорская птицефабрика является второй в республике и занимает лидирующую первую строчку по объему выпуска яйца перепелиного, которое сегодня успешно экспортируется в Российскую Федерацию. Солигорские машиностроители «ЛМЗ Универсал» с каждым годом расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивают экспорт. Буровые станки СБШ-25032 – новинки прошлого года уже успешно покоряют карьеры Красноярского края. А к концу года предприятия планируют собрать еще один совершенно новый горно-шахтный комбайн класса «Урал». Солигорск уже давно ассоциируется с городом творчества. На сценических площадках проходят такие известные в стране и за рубежом фестивали и конкурсы, как «Театр онлайн», «Джаст тайм», «Москва-Солигорск-транзит», «Хореография и я». 60-летие и главный праздник страны город встречает высокими экономическими показателями. Солигорск гостеприимный, а горожане любят и гордятся своим городом. Для меня город Солигорск – это самый замечательный город на земле. В этом городе я состоялась как учитель, в этом городе я состоялась как депутат Солигорского районного совета, депутатов 28-го созыва. Хочу, чтобы наш город процветал. Я люблю свой город, люблю свой Солигорск. Это самый лучший город на земле. Несмотря на то, что ему в этом году исполняется всего лишь 60 лет, он славен своими традициями, своими достижениями, своей чистотой и уютом. И я никогда в жизни не променяю Солигорск ни на один другой город на земле. Я очень люблю город Солигорск. Для меня это прежде всего город молодой, город современный, родной город, и это мой город. Я доволен тем местом, где я родился, то есть и городом Солигорском в частности. Я патриотик и городом Солигорск в этом отношении, и ту республику, где родился. Беларусь, с праздником тебя! Стабильности, независимости, процветания, трудовых и производственных успехов!